Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Не умеешь – научим. Самостоятельно пользоваться электронными услугами правительства для граждан учат в городах и селах Алматинской области. Удивительная находка. Жители Памфиловского района на берегу реки нашли запакованные в скотч священные писания. Клевый улов. Два центнера незаконного улова рыбы изъяли у браконьера. Голосую в Праймирис. Близится к совершению второй день голосования. Сегодня в формате онлайн в нем принял участие и первый президент страны Нурсултан Азарбаев, ставший инициатором внутрипартийных выборов в Казахстане. Активными темпами идет голосование и в Алматинской области. Свыше 53 тысяч человек или порядка 65% от общего числа партийцев уже отдали свои голоса за кандидатов. Отметим, в области действует 228 онлайн-участков и 87 для традиционного голосования. Уже завтра, 3 октября, завершающий день. Свыше 10 тысяч бумажных бюллетеней уже доставлены филиалы партии. Как отмечают члены областного оргкомитета, грубых нарушений во время голосования не зафиксировано. Напомним, в Алматинской области в Праймирис приняли участие 1047 кандидатов. В настоящий момент на один мандат претендует сразу три человека. Нарушений за время голосования зафиксировано не было. Комиссия по партийному контролю ведется систематический мониторинг по этому вопросу. Мы также следим за качеством работы информационной системы Праймирис. На сегодняшний день идет активное онлайн-голосование с участием членов партии. Также полностью готовы голосование и традиционные избирательные участки. Все санитарные нормы соблюдены. В необычном формате в казахстанских школах начался учебный год. Основная часть школьников обучается дистанционно. Это дает возможность провести капитальный ремонт в ряде школ Алматинской области. В помощь приходит государственная программа «Дорожная карта занятости». Строятся и новые здания объектов образования. С сегодняшним состоянием средних учебных заведений Ильисского и Толгарского районов ознакомился заместитель Акима области Рустам Али. Средняя школа номер 11 села Житыген рассчитана на 900 мест, но в ней числится порядка полторы тысячи учеников. Сейчас они обучаются дистанционно. А тем временем в здании школы впервые за полвека проводится капитальный ремонт. Будет полностью обновлена материальная база. На это из областного бюджета выделено 590 миллионов тенге. Ознакомившись с ходом строительства, заместитель Акима области Рустам Али потребовал уделить особое внимание качеству проводимых работ и не сбавлять темпы. 80% работ уже выполнено. Как утверждают строители, работа полностью завершится раньше срока. На 80% выполнена работа. В наших планах завершить полностью ремонт первую декаду октября. Полностью будет обновлена материальная база. Всё оборудование в столовой будет заменено на новое. А в классах поставим новые парты, доски, жалюзи. Прибывают уже и стенды новые. Капитальный ремонт идёт и в школе номер 23 села Тонькер из Толгарского района. Здание старое, 1977 года. На его обновление были выделены 230 миллионов тенге. На днях ремонт завершён. Школа рассчитана на 640 мест, но обучаются здесь порядка тысячи учеников. В данное время 155 детей дошкольного возраста учатся в дежурных классах. При школе есть ещё и мини-центр на 50 мест. 50% учащихся в эту школу прибывают из соседних аулов, для перевозки которых выделены два автобуса. Школа готова к работе. Приняли новое здание. На 25 миллионов тенге дополнительно закуплено оборудование для школы. Шкафы, парты, столы и всё, что необходимо для мини-центра. Заместитель Акима области побывал и в частном общеобразовательном учреждении «Дана», которое находится в микрорайоне Жангахуат. Школа с углубленным обучением английского языка работает с 2012 года, где получают знания 525 детей. Здесь работают более 20 различных кружков и секций. Ежегодная оплата за одного ученика стоит 600 тысяч тенге. Число желающих попасть сюда растёт с каждым годом, поэтому решено построить дополнительное здание на 300 мест. Строительство близится к завершению. Дети здесь находятся с утра до вечера. Это здание рассчитано для школьников 5-9 классов. Какой должна быть хорошая школа и качественными знаниями, мы показываем на своём примере – примере школы. Капитальный ремонт близится к завершению и в школе-интернате санаторного типа на 250 мест. При школе имеется общежитие. Потрачено на ремонт 490 миллионов тенге. Ещё порядка 70 миллионов тенге предусмотрены на обновление материальной базы интерната. Здесь обучаются 250 детей, родители которых заболели туберкулёзом. Пока дети учатся дистанционно, но заместитель Акима дал задание быть готовым к работе в прежнем штатном режиме. Здесь впервые проводится капитальный ремонт. Здание 1965 года. Строительная компания «Нуршапагат» занималась ремонтом. Всё прошло отлично. Школа готова к приёму детей. Завершая свой объезд, по названным учреждениям образования заместитель Акима дал конкретное задание педагогам – усилить качество работы онлайн-уроков и максимально соблюдать защитные меры. Первый в республике проект по обучению населения о получении госуслуг в электронном формате реализуется в Алматинской области. На сегодняшний день в стране почти 80% государственных услуг переведено в электронный формат. Портал «Егов КИЗ», «Телеграм-боты» и уголки самообслуживания. Однако не все умеют этим пользоваться и за разъяснениями вновь и вновь идут в Центре обслуживания населения. Как организована работа по повышению цифровой грамотности населения Алматинской области, узнала моя коллега из Южного бюро Адель Акжаркенова. Двухдневный обучающий семинар для волонтёров прошёл в Уйгурском районе. В рамках проекта «Егов Жаршеса» молодые люди будут оказывать помощь населению области обучающими и разъяснительными мероприятиями по получению госуслуг в электронном формате. На сегодняшний день в области насчитывается 2170 волонтёров, более 400 задействованы для повышения цифровой грамотности населения. Это мероприятие проходит по инициативе областного управления по вопросам молодёжной политики и Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Волонтёры на протяжении двух дней обучаются у высококлассных специалистов кейсом методической помощи для граждан и получают знания в этой области. Самых активных волонтёров, особенно проявляющих неравнодушие к проблемам сограждан, поощрили. Заместитель Акима области Рустам Али подчеркнул, что цифровая грамотность позволяет значительно экономить время и средства при получении госуслуг. Однако население оказалось не готово к повсеместному использованию электронных и мобильных приложений. Впрочем, ситуация поправима. Волонтёры учатся работать с населением, что в дальнейшем позволит им легко адаптироваться при трудоустройстве. А население получает возможность обучиться применению своих гаджетов. Государством всё делается для того, чтобы облегчить жизнь гражданам. Но, к сожалению, многие у нас, основная часть населения, всё-таки лучше им проехать с села в районный центр, тратив на это время, ресурсы, и хотят получить все эти услуги через сон в бумажных носителях. Вот сейчас мы работаем над этим, чтобы они, сидя дома, получали услуги в электронном формате у себя дома. Применяемые сервисы позволили снизить нагрузку на центры обслуживания населения на 30%, а срок оказания госуслуг сократился в три раза – с 31 до 10 дней. Аделья Кжаркенова, Ербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. Названы имена лучших учителей Казахстана. Победители республиканского конкурса «Онлайн» поздравил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. В Казахстане конкурс «Лучший педагог» проводится уже девятый год. За это время количество его участников достигло 40 тысяч. Из них обладателями знака «Лучший педагог» с денежным вознаграждением в размере более 2,5 миллионов. Тенге стали порядка 600 преподавателей. В этом году из Алматинской области в конкурсе приняли участие 7 человек. Из них 4 признаны лучшими. Это учителя средних школ города Талтукурган Мурат Буланов, Айнур Кабдулина, Индира Байгожина и Людмила Герман из Коксуцкого района. Поздравляю всех педагогов с этим профессиональным праздником. Желаю всем, конечно, здоровья, терпения, творческого вдохновения, простого человеческого счастья. Для меня этот день очень важен и волнителен. Не каждый год получаешь такую награду. Это очень большая честь для меня. Вся заслуга в этом моих учеников. Я им благодарна. Я, конечно, с достоинством буду нести эту награду и буду стараться быть лучшим среди, между моими учениками, коллегами и школами. Мобильный, креативный, талантливый. Таким должен быть современный педагог, считают учителя средней школы гимназии номер 10 города Талтукурган, которые, в свою очередь, стараются соответствовать этим требованиям. Сегодня в данном учебном учреждении трудится более 100 преподавателей. Одна из них – Майя Нуркалиева, посвятившая любимой профессии ровно 20 лет. Здравствуйте, ребята. Сегодня очень прекрасный день. Я рада вас всех видеть. И сегодня тема нашего, ребята, урока – это буква «М». Именно так, с улыбки и пожеланий доброго утра, начинается каждый учебный день в первом Г-классе. Майя Нуркалиева ведет занятия в дежурной группе, которую разделили на две смены – с утра и после обеда. Нагрузки педагога не пугают, на урок она всегда идет с огромным желанием учить. Любые трудности компенсирует счастливый взгляд первоклашек, признается Майя Нуркалиева. Любовь к детям стала решающим фактором при выборе профессии. Кроме того, огромную роль сыграл ее учитель в начальной школе, который стал примером настоящего педагога. У нас классным руководителем была заставина Фаина Абдуловна. И она несла в нас такой большой вклад. И когда, вспоминая ее, уже заканчивая 11 класс, я уже тогда думала, наверное, я буду учителем. В ее глазах я всегда видела ту искру, которая могла подарить нам вот эту победу, наверное. Все-таки самые азы это мы даем, учителя начальных классов. То есть как мы их поведем, так они пойдут дальше. Главная задача педагога – быть мастером своего дела. Отдавать все лучшее детям и наслаждаться своей работой. Такими принципами и руководствуется Майя Нуркалиева. Ее педагогический стаж насчитывает 20 лет, 18 из которых проработала в данном учебном учреждении. За это время она неоднократно становилась участником и призером различных конкурсов. Но главными достижениями считает победы своих учеников. За профессионализм и любовь к своему делу Майю Нуркалиеву уважают и ее коллеги. За 20 лет она положила и основала фундамент знания начального звена. Учитель может и знает, как находить подход, умения к каждому ребенку. К нему идут со всей радостью со всего города много родителей. Ее познают как умного, талантливого учителя. Сегодня в Талдукурганской школе номер 10 трудится 105 учителей. Все они профессионалы своего дела, которые стараются идти в ногу со временем. В условиях пандемии кто-то вынужден вести занятия дистанционно, другие преподают в дежурных классах. К слову, половина учащихся начальной школы по заявлению родителей сегодня посещает занятия в штатном режиме. При этом соблюдаются все необходимые санитарные требования. Даже расписание звонков составлено таким образом, чтобы дети не пересекались в коридорах. В связи с карантином в школах сегодня изменилось многое. Неизменным осталось главное, говорят учителя. Это задача педагогов – дать ребятам знания и привить им интерес к учебе. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Никто не одинок. С 30 сентября волонтеры нашего города безвозмездно оказывают помощь ветеранам войны, одиноким и пожилым людям. Трудиться на благо старшего поколения вызвались волонтеры молодежного крылажа «Сотан», а также коллектив библиотеки имени Сакена Сейфулина. Подробнее в сюжете. Восьмидесятилетняя жительница Талдукургана Рая Мамбекова – ветеран труда. Она рассказывает, что у неё двое детей, но оба имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Помощь от волонтёров она получает регулярно. И очень благодарна за то, что молодёжь заботится о старшем поколении. Начиная с 30 сентября волонтёры помогают ветеранам и одиноким представителям старшего поколения в уборке дома и прилегающей территории. Благотворительная неделя приурочена ко Дню пожилых людей. В честь праздника от имени библиотеки имени Сакена Сейфулина вручались подарки. До конца недели в рамках акции планируется охватить более 30 домов. То есть убирают территорию, ухосят траву и так далее. Вот такую помощь мы будем оказать. Но у нас цель в планах охватить более 30 пожилых людей за неделю. А если остановиться по результатам работы до сегодняшнего дня, то до третьего квартала мы уже по области оказали помощь более 800 пожилым людям и ветеранам. Чистый дом и ухоженный участок. Вот такой подарок решила преподнести наша молодежь старшему поколению в честь праздника. Старшее поколение воспитало их так, что теперь младшие вернули добро трудом. Рустам Аралбаев, Абзалун Усипов, Телеканал ВИЦУ. Богатое наследие. В Талдыкургане установлена мемориальная доска в честь ветерана труда, многодетной матери, обладательницы знака Алтын-Алка Турар-Бустановой. На торжественном митинге гости и родственники с теплом вспоминали ее заслуги и вклад в развитие ЖТСУского края. Ее ответственность и готовность приносить людям пользу коллеги и друзья всегда ставили в пример молодому поколению. Даже будучи на заслуженном отдыхе, Турар-Бустанова не переставала заниматься общественной деятельностью, в том числе и вокальным творчеством в ансамбле «Ардагер Ачилер». Соратницы с гордостью отметили также главную и неоценимую заслугу Турар-Бустановой. Благодаря ее инициативе в Талдыкургане были построены педагогический институт, ныне это ЖТСУский университет и швейная фабрика «Ажар». Именно на этой фабрике она трудилась на протяжении 30 лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых. В копилке наград Турар-Бустановой свыше 10 медалей и других знаков отличия. Наша мама была очень трудолюбивым человеком, у нее было много государственных наград, но все, что она делала не ради похвалы, а для блага людей. По ее инициативе в Талдыкургане появился ЖТСУский университет и швейная фабрика «Ажар». Свою просьбу в те далекие годы она донесла до генерального секретаря Леонида Брежнева на 24-м съезде партии. С тех пор из стен вуза выпустилось много выдающихся личностей. Хорошими людьми она воспитала и нас, десятерых детей. Мы от лица нашей семьи благодарим руководство города и Совет ветеранов за память о нашей маме. Священное Писание в Алматинскую область принесло течением реки Ильи. Жители села Айдарле нашли запакованные в скотч книги Коран. Поскольку выше по течению реки нет других населенных пунктов, они считают, что Священное Писание принесло из Китая, где ислам не имеет такой же поддержки, как в Казахстане. В исламе выбрасывать Коран запрещено, а потому это мог быть чей-то отчаянный шаг сохранить Священное Писание от более печальной участи. Два жителя села Айдарла Тимур и Сейтпек были сильно удивлены неожиданной находкой. Но еще больше их удивило то обстоятельство, что Священное Писание, пролежавшее, по их мнению, в реке несколько лет, не сильно пострадало от воздействия воды. Открыв страницы Корана, они увидели все еще четко различимые символы арабской вязи. Не владея языком, они с помощью переводчика узнали, что одна из священных книг напечатана в 1988 году. Мы с братом Сейтпеком прямо на берегу нашли эту книгу, она была в упаковке. В салафане, 3-4 слоя салафан со скотчем. И я взял, открыл. Открыл, смотрю, написал «Куран». Мы переплыли на этот берег, короче, мы оттуда выгоняли скот. Я, в общем, смотрю, он что-то раз присел, держит в упаковке что-то в руке. Я говорю, еще пошутяю, что ты нашел? И я тоже выплыл, лодку оттянул на берег. Смотрим, упакованный, заскочевали его. И потихоньку, аккуратно начали вырезать. Оказывается, там две книги, там, «Куран». Своей находкой жители решили поделиться со священнослужителями и отнесли находку в мечеть. Главный имам села Айдарвэ с благодарностью принял предложенные священные писания. Издание 1988 года он видел впервые и обещал предложить изучить писание своим коллегам, если они заинтересуются им. Вот именно эту книгу я не знаю, а эти книги у нас есть. Ну и это остальное будут решать районные наши руководители, главный имам нашего района. Хочу сказать спасибо ребятам, которые это нашли, что она не утонула, что привезли ее сюда, именно привезли в наш мечеть, чтобы сдать мне. А дальнейшая их судьба зависит теперь от наших руководителей. Удивительную находку сельчане отдали на хранение в мечеть. Там они и будут до выяснения всех обстоятельств. Кто их мог бросить в реку, при каких обстоятельствах и что стало с отправителями. Как бы там ни было, жители села считают находку добрым знамением. Рустам Арубаев, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Казахстанская вакцина от коронавируса может стоить порядка 2-3 долларов. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Глава ведомства сообщил, что доклинические испытания пройдены успешно, есть хорошие результаты. Запущены первые две фазы клинических исследований и набраны добровольцы. Также Алексей Цой отметил, что сейчас строится казахстанский завод по производству вакцин. Стражи порядка Жамбылской области задержали перевозчика наркотиков. В ходе проведения ОПМ Харасура 2020 на 168-м километре автотрассы Мирке-Шуб-Рулбайтал сотрудники Моинкумского районного отделения полиции остановили автомашину марки BMW. В ходе проверки служебная собака нашла под капотом автомашины полиэтиленовый пакет с белым кристаллическим порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, содержимое оказалось психотропным наркотическим средством весом около 1,5 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Казахстане изменят правила отработки государственного гранта. Теперь, в случае, если часть времени студент будет обучаться на платном отделении, то отрабатывать этот период он не будет. Депутаты Мажелиса в первом чтении одобрили законопроект по вопросам образования, который включает в себя новые правила отработки гранта. Также законопроект предусматривает исключение правовой коллизии между нормами Трудового кодекса. В частности, 119 статьей Трудового кодекса в трудовой стаж засчитывается время прохождения обучающимися производственного обучения и профессиональной практики на основании договора о дуальном обучении. Кроме того, с учета международного опыта будет совершенствоваться механизм внешнего оценивания организации образования, что позволит повысить качество знаний обучающихся. 200 килограммов рыбы незаконно выловил браконьер в Алматинской области. Преступление совершено на Капшагайском водохранилище. Выйти на след задержанного удалось благодаря усилиям природоохранной полиции Алматинской области. По подозрению в незаконной ловле рыбы в особо крупном размере задержан 41-летний мужчина. По словам стражи порядка, подозреваемый житель Шитесайского района Туркестанской области. Изятая рыба сдана в спецприемники, а вырученные средства перечислят в доход государства. В ходе предварительной проверки государству причинен материальный ущерб на сумму около 560 тысяч тенге. В настоящее время подозреваемый ободворен в изолятор временного содержания. Нефтегазовый гигант Shell планирует сократить от 7 до 9 тысяч рабочих мест. Компания столкнулась с большими трудностями, среди которых падение спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19. Британско-нидерландский нефтегазовый гигант намерен завершить поэтапные сокращения персонала к 2022 году. Генеральный директор Shell сказал, что сокращение рабочих мест было единственно верным решением для будущего компании. Британская BP также столкнулась с сокращением доходов и недавно объявила, что планирует уволить 10 тысяч из своих 70 тысяч сотрудников по всему миру. Нефтяные компании подвергаются все большему давлению со стороны активистов-экологов и некоторых инвесторов, требующих свернуть разведку и производство в рамках борьбы с изменением климата. В Германии начался судебный процесс над бывшим руководителем автоконцерна Audi Рупертом Штадлером и еще тремя фигурантами дизельного скандала. Летом прошлого года им было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Штадлер знал, что программное обеспечение, установленное на автомобилях, концерна Volkswagen позволяла занижать реальные показатели содержания вредных веществ. Утверждается, что экс-клаве компании стало известно об этом в 2015 году, но, несмотря на это, он не приостановил дальнейшие продажи автомобилей. Штадлеру грозит до 10 лет тюремного заключения. Сам он отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Ожидается, что решение суда будет вынесено в конце следующего года. Известный американский боксер Флойд Майуэзер согласен провести реванш с ирландским бойцом смешанного стиля Конора Макгрегера. Однако сделать это он готов за очень хорошее вознаграждение. Майуэзер заявил, что согласится на бой за 300 миллионов долларов. При этом он обратил внимание на то, что ирландинц не умеет бить. 43-летний спортсмен добавил, что мог бы встретиться на ринге с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, но тоже за 300 миллионов. Майуэзер – непобежденный боксер в активе американца. 50 побед в 50 поединках. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok